Гордо рассекая на небольшой парковке перед магазином, 15-летний Кирилл показывает нам подарок родителей. О том, что для управления такой техникой нужны права, слышал. Планирует даже их получить. Но где такие выдают, не знает. Впрочем, получение прав только в планах. Пока на дорогах общего пользования Кирилл на мопеде предпочитает не показываться. Мопеды, мотороллеры, скутеры в последнее время стали очень доступны для рядового россиянина. Вот такую импровизированную выставку техники мы нашли на улице Обручево. Здесь двухколесные друзья на любой вкус и цвет. Вот такие модели стоят примерно 40 тысяч рублей, новые из Китая. Но есть модели и подешевле. К примеру, этот мотороллер, бэушный, японский, стоит всего 16 990. Спрос на двухколесную технику с наступлением весны стабильно высокий, рассказывает продавец Александр Ермолаев. Только за время съемок мы стали свидетелями, как около десятка человек выбирали себе двухколесного друга. В иные дни бывает и больше, говорит продавец. Подчас выбирать технику приходят семьями. Чаще детям берут. Причем, несмотря на то, что большой объем кубатура, и берут мощный. Ну, вообще хорошо покупают. Ну, в среднем один в день уходит. С этого года, чтобы поездить даже на таких небольших мотороллерах, при себе необходимо иметь права категории М. В противном случае транспортное средство полиция сможет конфисковать, а на нарушителя наложить штраф. Необходимость в этом назрела давно. Ежегодно на дорогах страны случаются тысячи дорожно-транспортных происшествий с участием мопедистов и скутеристов. Такими роликами пестрят видеохостинги. Причем, это только малая часть подборки аварий с участием скутеристов за месяц. Мастер по вождению мотоциклов Евгений Попов отучил уже не один десяток мальчишек езде на мотоциклах. Вот и сейчас у него горячая пора. Перед летними каникулами 16-летние подростки стремятся получить водительские права. Практика откровенничает мастер по вождению. Бесспорно важна, но у многих из этих парней уже есть мотоциклы. Некоторые вовсю гоняют на них по дачам. Однако дачные дороги это не улицы, о чем забывают многие скутеристы. Отсюда и аварии. Но в будущем их должно стать меньше. Да, конечно, естественно, конечно, конечно, меньше. Они будут знать правила, хотя бы уже элементарно, будут знать правила, что какой знак обозначает. Они себя не считают. Участники говорят, что это дорожное движение. Хотя они такие же участики, которые должны движение, как все. Все бы хорошо, но вот выучиться на водителя скутера или мопеда и получить заветные права категории М в Братске, да и во всей России, пока нельзя. Требования закона есть, а программы обучения еще нет. Типичная российская ситуация. Впрочем, есть и типичный выход из нее. Причем вполне законный. Совет родителям. Отправляйте свое чадо уже сейчас на курсы вождения мотоциклом, а после сдавать на права. Если гражданин, отучившись на какую-то категорию, приходит получать водительский, сдает экзамены, получает водительские удостоверения, например, на категорию А, на категорию Б, категорию С, то при получении водительского удостоверения нового образца он автоматически получает нишу под категорию. Для примера, если он отучился на категорию А, мотоциклы, то водительскому удостоверению проставляется как категория А, мотоциклы, также категория А1, это легкие мотоциклы, и автоматически проставляется категория М. Справедливости ради стоит сказать, что в том же ДСАФе программу обучения на мотороллерах и мопедах ждут уже этим летом. Так что, возможно, наш знакомый Кирилл станет одним из первых, у кого будут те самые заветные права категории М. Андрей Васильев, Сергей Мажитов, телекомпания «Город».